Самые необычные отели мира Сингапурский отель Marina Bay Sands можно смело назвать самым необычным отелем в мире. В комплекс входят три 55-этажных башни, которые объединяются в единое здание и огромные террасы, расположенные на крыше. Небесный парк – это, конечно, самая необычная и самая запоминающаяся часть комплекса. На этой небесной террасе находится самый длинный в мире высотный плавательный бассейн, длина которого составляет 146 метров. Визуально, из-за отсутствия видимых бортиков, создается иллюзия нависающего над пропастью бассейна, вода в котором переливается через край. Конструкция акватории бассейна сделана столь искусно, что кажется, будто сделав одно неосторожное движение, пловец рискует упасть вниз. На самом же деле бояться нечего. За краем бассейна скрывается защитный уровень, который не даст упасть даже при желании. А выплескивающаяся вода попадает в очистительный резервуар, где фильтруется и снова возвращается в основной бассейн. Хотите почувствовать себя миллионером и владельцем собственного самолета? Тогда забронируйте себе для проживания Ил-18, ранее используемый для транспортировки высокопоставленных членов правительства. Единственный номер люкс этой необычной гостиницы расположен на борту настоящего лайнера. Здесь есть шикарная спальня, гостиная, мини-бар, сауна и даже джакузи. И, конечно же, в любой момент вы можете посетить кабину пилотов. Жалко только, что этот самолет уже никогда не поднимется в небо. Во французском городе Рубе в одном из парков открыли отель в виде прозрачных шаров. Отель предназначен для людей, желающих побыть ближе к природе. Концепцию пузыря придумал дизайнер Пьер Стефан Дюма. В комнате есть огромное окно, занимающее почти половину номера, которое создает ощущение, что человек находится непосредственно во внешней среде. Городские квартиры не позволят чувствовать себя так комфортно и естественно, как комнаты этого отеля. Ведь в городе нельзя увидеть звезды на небе и белок, скачущих по деревьям. Пузыри отеля полностью экологичны. Они сделаны из переработанного пластика. А вот цена проживания весьма внушительна. 700 долларов в сутки. Вероятно, первая мысль, которая возникает при виде пассажирского самолета среди джунглей – крушение. Но, к счастью, это не так. Boeing 727, который верой и правдой отслужил своей авиакомпанией, здесь, в Коста-Рике, получил право на вторую жизнь. Он стал отелем. Отель Costa Verde расположен на Тихоокеанском побережье вблизи национального парка Мануэль-Антонио на краю тропического леса на 15-метровой высоте, откуда можно наслаждаться прекрасными видами на джунгли и океан. На месте левого крыла самолета располагается чудесная веранда. Вашими соседями будут ленивцы, туканы и обезьянки. В отеле-самолете всего две спальни. Причем одна с королевской кроватью, вторая с собственной ванной. В этом четырехзвездочном отеле, конечно, есть все для комфортного проживания. Плазменные телевизоры со спутниковыми каналами, кондиционеры, радио и телефон. Расстояние до пляжа всего лишь 270 метров. Стоимость проживания – 300-350 долларов в сутки. В этом роскошном отеле все внутреннее и внешнее убранство сделано из снега и льда. Даже бокалы в баре ледяные. Издали норвежский ледяной отель можно и не разглядеть, если вы вовремя не заметите дверь, обитую шкурой северного оленя. Отель открывает свои двери каждый январь. После закрытия отеля весной ледяное сооружение тает. Вы будете спать на шкурах северного оленя, а также в теплых спальных мешках, в которых вам будет комфортно даже при температуре минус 4-7 градусов. Именно такая температура постоянно поддерживается внутри отеля. Рядом с отелем расположено современное здание, где вы сможете воспользоваться душем, раздевалками и камерой хранения багажа. В распоряжении гостей – сауна и две расслабляющие гидромассажные ванны с горячей водой, которые необходимо бронировать заранее. Ресторан, сооруженный из дерева в виде вигвама, также расположен рядом с ледяным отелем. Здесь подают на завтрак овсяную кашу, яйца, сыр и ветчину, а на обед – тушеную оленину и рыбные блюда. В баре можно заказать искристую голубую водку в стаканах изо льда. Имеющий форму муравейника, этот чилийский отель позволяет посетителям ощутить себя частью леса. Он очень органичен и фактически сливается с окружающей средой. Попасть в отель можно лишь через подвесной мост, который растянулся над буйной тропической растительностью. С вершины сказочного отеля бьет самый настоящий источник, образуя небольшой искусственный водопад, заодно подпитывая растения, обильно увивающие этот чудо-отель. Столь оригинальным дизайном отель обязан местной легенде, в которой упоминается о существовании в густых лесах Патагонии волшебной горы, исполняющей любые желания. Всего в отеле 13 номеров, каждый из которых назван в честь местных птиц. Несмотря на достаточно высокую стоимость проживания, которая варьируется от 250 до 400 долларов в сутки, желающих отдохнуть внутри сказочного отеля, при достаточном. Этот номер не сразу отыщешь среди огромных вековых сосен. Благодаря зеркальному покрытию, отражающему деревья, небо и облака, его практически не видно среди густого леса. А чтобы в невидимые глазу стены не врезались летящие птицы, зеркала пришлось покрыть инфракрасной пленкой, которая не видна человеческим глазом, но очень помогает ориентироваться в пространстве пернатым. Зеркальный куб – это, пожалуй, один из самых популярных и эффектных номеров этого шведского отеля, расположенного в лесу на берегу реки. Он представляет собой квадрат размером 4 на 4 метра, сделанный из алюминия и покрытый зеркалами. Изнутри номер отделан фанерой и березовой доской. Из шести окон открывается панорамный вид на бескрайний лес, прекрасный в любое время года. В двухместном номере есть большая двуспальная кровать, санузел и ванная, а на крыше разместилась терраса для романтического ужина. Попасть внутрь можно по длинной деревянной лестнице. По соседству на деревьях разместились не менее экзотические номера. Например, огромное гнездо, с убирающейся лестницей, среди прутьев которого спрятались небольшие окна-иллюминаторы. Или номер кабина с панорамным остеклением, из окон которого открывается захватывающий вид на долину реки. Или неопознанный летающий объект, предмет, казалось бы, совершенно чуждой местной природе, но при этом удивительно эффектный и прекрасно вписавшийся в лесной пейзаж. Еще одна диковина – круглая сауна посреди леса, рассчитанная на 8 человек. Стоимость проживания здесь начинается от 500 евро за номер на двоих в сутки. В американском штате Флорида расположен уникальный отель. Эта необычная гостиница лежит на дне подводного парка. Для поселения в номер постояльцам необходимо нырять на глубину 6,5 метров. Снаряжение для погружения выдается обслуживающим персоналом наверху, там же проходит короткий инструктаж. Прибыв на место, постояльцы оставляют гидрокостюмы в так называемой «мокрой» комнате, после чего следует в свои номера. В прошлом отель был подводной лабораторией. Когда лабораторию закрыли, два предприимчивых ученых выкупили место и воплотили в реальность мечты писателей-фантастов. Идея вышла удачной. Отель пользуется популярностью у любителей морских глубин и нестандартного отдыха. Стоимость проживания – 500 долларов с человека за ночь. Настоящий портовый кран превратили в роскошное убежище для двоих. Отель расположен в порту небольшого городка Харлингенхевен, прямо в бывшей машинной комнате крана на высоте 17 метров над пирсом. Кран был построен в 1967 году и использовался до 1996 года для разгрузки леса, поступающего кораблями из России и Скандинавии. Кран по-прежнему может вращаться с помощью достаточно простого управления из кабины. Вы сможете полностью управлять панорамой и увидите город с высоты птичьего полета. На крыше кабины расположено патио, где в хорошую погоду можно приятно перекусить. Завтрак входит в стоимость проживания и поставляется наверх через внутренний лифт в вашей спальне. Провести ночь в таком отеле стоит недешево – 319 евро. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные выпуски.